всем привет сегодня как я и обещала буду вышивать вот такую куколку лол значит для начала я набрала в интернете ее распечатала вырезала и сейчас буду ее срисовывать но это значит что я буду использовать я решила ее сделать блондинка у меня уже есть я решила сделать брюнетку с был с голубым бантиком на юбочку наверно голубую сделаю значит мне необходим бисер японский чешский пайетки 4 миллиметра и вот здесь у меня микс 3 миллиметра потом нить мулине я вот такую использую для глаз трех цветов черная белая и коричневая потом 3 понятно кусочек кожи картон ножницы иголки мононить клей возможно я буду использовать эту стразовую цепочку но еще не знаю как я уже раньше и говорила что я когда начинаю делать в процессе могу что-нибудь поменять поэтому возможно я что-нибудь поменяю в данный момент сейчас я ее срисую на белый фетр вот я ее перенесла на фетр перенесла все линии которые нужны волосы глаза носик руль хочу все сейчас я ее буду обшивать по контуру жесткой конетели вот таким цветом начну наверно цикла с этой стороны мононить вот так вот потихонечку меняя направление то есть вот так вот потихонечку гнете она хорошо гнется конетель эта вот так вот ее надо пришить все я до этого куклу делала без конетели но я сейчас хочу с конетелю попробовать сделать и сразу ее когда конетелью обошью хочу сразу вырезать а потом уже дальше вышивать посмотрим вместе уже с вами чу получится вот так вот она у меня получилось обшита конетелью и вот я не тем или не один глазик обшила как они ровно и канону потом нормально все будет обошьет сейчас вот второй глазик стараться ровненько так вот и и обшивать по кругу сначала так сейчас по кругу я прошиваю вот я один глазик вышила сейчас буду вторую вышивать так вот я здесь меня интересовала примерно отсюда на черную сначала контур ввести нитка у меня в две ниточки делаю все вышиваю так вот черным сейчас я буду ее но Черным я зрачок сделала, я не показываю на камеру как я за узелки делаю, потому как это долгое кино получится. Теперь коричневым так же, как здесь, внизу черную делаем коричневой ниткой, цвет глазиков, такими стежками я буду вот так вот по этому, как вот здесь, вот так вот я здесь все сделаю. Неудобно, когда руки так вот на весу, поэтому я покажу как камеру отключаю. Осталось белым только здесь вот обшить и искорку такую сделать в глазиках. Белым ничего не меняется, так же обшиваем, как и черным на коричневом. Искоркой как бы вот так вот делается, просто примерно на одинаковом расстоянии. Можно даже поярче сделать. толсто, не хочет. Ну а теперь вот так вот дошьем белым глазик. Вот так вот такими стежками я и буду дошивать, чтобы получилось так же, как здесь. Ну вот такие глазки у меня получились. Теперь беремся за бисер. Вот мононить у меня где-то. лицо я буду делать, ручки, ножки из бисера 15 размера, ой, из тоха 15 размера, киконского бисера. Вот таким цветом. Брови и нос тоже 15 размер тоха таким цветом. Розовый бисер у меня пойдет для румянца на щеках. Это губы. Ну я начинала те куклы делать по другому маленько, а здесь я решила, чтобы все-таки более ровнее было. Начну с середины с носа. Потом пойду в разные стороны. И так вниз пойду. Так буду вышивать. Так вот, у них как раз на середине. Бисер мягковатый, конечно. Так вот, как всегда, по две бисерные буду вышивать. И так вот. Вот так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Маленький, многовато, наверное, находит. Наверное, на эту сторону все. Сейчас в другую сторону пойду. Сейчас в другую сторону также сделаю, начиная с носа, чтобы было ровненько все. Потому что лицо очень сложно вышивать. Сейчас ниже ряд пройдут, а потом сделаю губы посередине. И так вот я сейчас буду заниматься лицом. Вот так вот. Вот я ряд этот прошла, второй подносом. Сейчас я также начну с середины, чтобы мне ровно поставить губы. Где-то верхняя две будет. Примерно вот так, наверное, они лягут. Красная две. Бисер десятка чешский. Вот так вот ровненько они будут. Я когда возвращаю, допустим, две бисеринные прошила, иногда, как мне, зубы. И зубы рассудится. Лично я делаю. Когда в две возвращаюсь, а когда в одну. но все дальше также 15 размером тоха вот возвращаю иголочку когда так же в 2 когда в 1 как сейчас они в принципе держатся нормально что так что так здесь одно наверное путается там она нить сейчас я так вот пройду до конца нить распутаю и сюда вернусь также пройду до конца здесь уже нижнюю нижний ряд поставлю здесь в середине одну красную бисеринку вот я прошилась в эту сторону и в эту теперь ставлю иголочку где-то середину чтобы нижнюю губу прошить красным на середину как раз так так она у меня будет смотреться все сейчас до сюда прохожу пятнацажкой вот этой а здесь вот как бы румяницу такое сделаю ей из розового так пойду здесь естественно надо будет сделать три черненькие бисерина это если ними на столе как здесь нарисовано сейчас так вот пойду смотрите я дошла где-то до середины примерно глаза 5 бисером теперь 2 бисерина беру розового то румянец у меня будет у нее так да сейчас пойду-то иду-то сюда где-то примерно нашла черный бисер с камерой включать здесь через одну черную бисерину ставим но у меня это тоже чешский десяточка три штуки ставлю получаются такие реснички высоковато часы все-таки распущу пониже начну самая крайняя высоковато получилось я думаю принцип понятен сейчас также я сюда пройду и уже начну от розовый черную рядом с розовой ставить вот смотрите я переделала ниже опустила и уже реснички стали на свои места и вообще я как поначалу когда делать броши начинала я делала и делала не глядя сейчас я лучше распущу когда вижу что мне что-то не нравится так сейчас отсюда я пойду вниз заполню весь вот этим пятнать сашкой потом включу камеру дальше дальше буду вышивать здесь пока пойду до верха сейчас пока низ буду вышивать так я вырезал вышила низ здесь вдоль между глазками вышел бисером сейчас я быстро обрежу ее я забыла это сделать я сразу последнее время броши делаю как конители обошью сразу стараюсь и вырезать где-то в миллиметре от конители потому как я бисером и пайетками последнее время много вышиваю пайетки мешают потом нормально вырезать сейчас я ее вырежу и дальше буду уже волосы у меня будут коричневые бисер чешские 186 струн салон с таким красивым с ним очень надо аккуратно обращаться он тянется сейчас буду вышивать я вот эту верхнюю часть волосы и бантик цена когда то делаю волосы с бантиком тогда уже доделаю эту верхнюю часть с бровями лица я зарарился я беру что будет так что вот это вот это я беру если играется теперь более я беру так это боковые волосы сейчас я буду челочку челочку я буду делать через одно ряд бисера ряд транса так здесь будет челочка у меня примерно вот до сюда наверно да вот они брови набирать я бисер воду так сейчас посмотрю поскольку померю чтобы она была маленькая воздушная так так раз по 5 бисерен примерно так она маленько с таким я обычно прохожу второй раз так теперь ряд бисера ряд вот этой красоты так вот я ее до конца доделаю челочку это дальше у меня пойдет бантик такого голубого цвета на втором ряду повязки нашего бантика я вставлю в середине как голубого цвета узелок биконус 0,4 миллиметра сейчас дойду до конца сюда голубым потом здесь коричневые волосы на бантике опять становимся сейчас я этим же голубым бисером пройду края нашего бантика заполняйте этот бантик буду вот этим же бисером вначале затем пайетка троечка вот из микса синий выбираю на иголку одеваю в бисерину десятку затем пайетку троечку опускаю вниз затем на иголку одеваю тоха 15 15 15 размера и не опуская вниз оставляя на иголке эту бисерину продеваю иголку в пайетку и бисерину десятого размера и вот так она у меня встает и так вот я все это заполню все весь бантик в принципе даже я думаю что можно из сереньким так вот эти две опускаю потом беру петлю цапу и иголочку опускаю в пайетку и десятку так вот она у меня заполнится в бантик а сейчас доделаю хвостик также воздушной петелькой в середину наберу бисер так 366 попробую на 6 пойдет и так же буду чередовать с этой красотой я сначала пришью а потом пройду где бисер еще один раз и вот тут у меня остались трунца вот эти вот кусочки я также вот где здесь вот пляшинки есть я им для красоты закрою будет очень красиво сейчас я вот это все не заполненное место пройду вот этим бисером как я вышивала лицо но и не забыть брови вот этим черным тоже так же тоха начну я вот отсюда пойду туда с возвратом назад сейчас ряд пройду в следующем ряду уже можно провести в эти так же ничего не меняется сейчас я вышью ручки вот эти вот места вот этим же бисером и ножки досюда здесь ботиночки черные сделаю наряд я еще не придумала какой я сделаю даже и не знаю также наверно полосатую кофточку сделаю а юбочку в процессе буду думать не знаю еще не решила здесь как бы ничего сложного сейчас ручки и ножки вот этим бисером черным темно-серый тоха я как бы отделю рукава ручки от туловища это также 15 размер но я как вам говорила сделаю ножки ручки из тоже тоха 15 размера бежевого здесь ботиночки сделаю сейчас также здесь с этой стороны прошью как здесь сейчас я буду делать кофточку полосатую такой ряд японский черный бисер ряд чешский белый и пойду так вверх на рукавчиках и на самой кофточке начну с пояса вот у меня линия проведена так по ней пойду по две бусины вверх что-то не хочешь фетр рыхлый иголка цепляется за него квадратного не очень ровно ложится потом можно будет еще когда ряд пройти за пройти еще полностью по всему вот так сейчас ряд пройду черным потом белом черном белом сначала кофточку потом рукавчики юбочку я решила вышивать бисером ой пайетками вниз синий белый синий белый вот эти вот четверочка два цвета так фигурочка вставила сюда так беру палетку вот этой лицевой стороной так она мне наверху вот сюда вставляю так она у меня ложится затем иголочку вытаскиваю перед вот этой пайеткой примерно вот такое расстояние опять захватываю палетку лицевая сторона сверху пайетки она как бы я видно как она изнаночная сторона лицевая и вот сюда вот в этот угол вставляю так она наверное в нахлёст идет далее опять иголочку вывожу вот примерно так видно надеюсь захватывает палеточку и вот в этот угол между канители и предыдущей палеткой иголочку вставляю вот так они у меня будут ложиться как вот здесь вот такая волна так и здесь она будет также вытаскивают вот она у меня вышла захватывает палеточку и вот в этот угол вставляю так часы до конца первый ряд у меня сделан второй ряд будет у меня белый но белый буду делать как бы двойной вот у меня здесь такой вот есть прозрачной троечка и четверка белый он такой не блестящий поэтому я его хочу украсить так же вот вставляем сюда иголочку почти над первой палеткой прозрачная идет троечка сверху снизу четверка и сюда вставляем уголку так они будут ложиться также иголочка вытаскивая здесь чуть выше вот этой предыдущей палетки захватываем две троечку четверочку тройка сверху и вставляем в угол между голубой и белый вот в этот угол и колку вот так они будут ложиться так же иголочку вводим вот сюда и так дальше все ряд сейчас ряд пройду белым потом опять голубую не знаю на белый там останется или нет сейчас я нашу красавицу переведу карандашиком на картон и вырежу чуть меньше чем карандаш отметка будет и вырезать ее буду где-то на миллиметр меньше так вот примерно потом когда приложу еще лишнее надо будет убрать вот так я предложила теперь я приклею застежку застежка вне клеить и вот таким стал моментом маленько наискозь сделаю так я где-то ее и я пришиваю всегда еще дополнительно чтобы уже было наверняка хотя там кожа будет еще прижмет все приклеится но тем не менее сейчас я чеклею картон к нашей куколке так 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 Теперь вот так я прикладываю кусочек кожи. Вставлю отметочки, здесь сделаю дырочку поменьше, здесь поменьше идет крепление, а это побольше. Прекрасно все вышло. Теперь наклеиваем. Сначала с одной стороны. Потом в другую слизь. С этой стороны. Прекрасно. Сейчас я ее вырежу. После того как вырезали кожу, осталось только обшить край. Использовать я буду сегодня чешский бисер десятка Е087. Я его часто использую. Начну я допустим отсюда. Вставляем иголочку примерно 2 мм от края. Проходим через все слои. Узелок на конце не делаем, оставляем такой. Оставляем где-то 6-7 см хвостик. Вставляем опять иголочку в эту же дырочку. Опять так же проходим иголкой. Я уже, конечно, привыкла, но вообще мононить это ужас. Как она путается. Любит путаться сильно. Так. Подтягиваем. На иголочку надеваем бисерину. Вставляем в эту же дырочку. Так вот маленько подправляете, и она не запутается. Хотя путается, видите как. Когда до конца вытащили нитку, иголочку вставляете в бисерину снизу вверх. Вот так. И вот так вот слегка, не сильно, чтобы не порвать нить, подтягиваете. Дальше. Так же на иголочку надеваем бисерину. И вот сюда влево идем. Где-то что здесь, что здесь. Это примерно размер бисерины. Отступаем от этой дырочки. Вот так вот примерно. Проходим опять через все слои. И опять снизу вверх проходим в бисерину иголкой. Подтягиваем. И так надо будет пройти всю куклу. Вот я прошла последнюю бисерину. Теперь иголочкой вхожу в первую бисерину. И вот он хвостик, который мы оставляли. Только уже не снизу вверх, а сверху вниз. И все. И теперь завязываю на несколько узелков. Ладно, я потом завяжу. И вот смотрите, какая у меня получилась красавица. Так что делайте. Не хотите делать, заказывайте у меня. С удовольствием сделаю. У меня недорого. Так что всего доброго. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. До свидания. До свидания.